Вот буквально накануне меня в качестве военного обозревателя позвали в эфир девятого канала и мы там с коллегами беседовали и там задали вопрос, что-то давно от хуситов ничего слышно не было. Я сказал, что они там о себе еще непременно напомнят, но вот по всей видимости удар по Хадейде произвел на них такое очень серьезное впечатление. Видать, эффект от этого впечатления прошел и вот хуситы решили напомнить о себе. Итак, в 6.30 это произошло, примерно в 6.30 зазвучали тревоги, весь центр страны был красный, как я уже говорил, все там разбежались по бомбоубежищам, кто где был, потом что-то такое громыхнуло. Дальше пошла волна слухов, что это вообще было такое. Сначала решили, что стреляли из газа, но оказалось нет, из газа ничего таких запусков не было, из Ливана соответственно тоже, но даже и по как бы по тому району, который вот стал красным, было понятно, что это не Ливан, что это не север точно. Потому что если бы ракета летела с северного направления, то тревога там бы и развивалась, условно, там какая-нибудь Хадера, Нетания, Герцлия, Тель-Авив и так далее. А тут вроде как как-то вообще странно с восточного направления она включалась. Потом предположили, что это Ирак, какие-то проиранские шиитские группировки в Ираке, они оттуда периодически пускают, то беспилотники, то ракеты, и вот возможно это были они. Ну и чуть позже, уже совсем позже, выяснилось, что это все-таки была ракета еменских Хуситов. Пока не очень понятно какая. С одной стороны говорят баллистическая, но для баллистической ракеты у нее какая-то немножко странная траектория была, вот я бы так сказал. То есть, если это была баллистическая ракета, она преодолела порядка 2000 километров, для баллистической ракеты нормально, примерно за 15 минут. Тревога была объявлена буквально вот за какие-то считанные там полминуты до ее прилета. По всей видимости, ну вот сейчас вот в армии идет расследование, как так получилось. Обычно баллистические ракеты комплекса ХЭЦ 3 и 2, соответственно, перехватывали еще там над Красным морем, где-то вот на тех рубежах, не давая им даже зайти в воздушное пространство. Истребители для перехвата баллистики не поднимают, они не очень хорошо с ней справляются, точнее я бы сказал вообще не справляются. Потом, правда, появилась другая версия, что это была крылатая ракета. Темой объясняется ее такая очень странная траектория, потому что баллистика так маневрировать не может. Но в любом случае противовоздушная оборона с ней не справилась, ракету эту пропустила. По ней, уже когда она оказалась в воздушном пространстве Израиля, запускали по одним данным ХЭЦ 2, по другим прощу Давида. Это и тот, и другой комплекс обладает способностью сбивать баллистические ракеты. И запускали перехватчики Тамир, это система железный купол. Вот один из перехватчиков, точнее его осколки, обломки упали на железнодорожную станцию по Атейм-1. Вот недалеко она находится, в той стороне буквально, не знаю, по прямой километр до нее может полтора. И там повредили эскалатор. Короче, типа там пару квадратных метров стекла. Пробили стеклянную крышу и упали на эскалатор. Никто, слава богу, не пострадал. Вообще пострадавших не было. Параллельно с этим, я еще раз говорю, всегда так происходит, когда только начинается такое событие, то масса появляется слухов. У кого-то во дворе загорелся мусорный бак, от того, что бычок кто-то бросил. Этот человек тут же это все заливает, значит, в сеть. Вот, и это начинает приобретать характер новости, потому что там же, вот в том районе, находится цементный завод Нэшер. Это город Рамли, вот на его окраине находится этот цементный завод. На нем тоже произошел пожар. Одновременно с этим, по технической какой-то причине, да, что такое производственная авария. И это тоже выдали, значит, за результат прилета хусицкой ракеты. И туда они прилетели, и сюда они прилетели. В сухом остатке, что мы имеем? В сухом остатке ракета упала на открытой местности, вызвав небольшой пожар. Комплексы ПВО И-1 и 2-й ее сбить не смогли. Обломками одной из ракет-перехватчиков повреждено здание железнодорожной станции. Все на этом буквально. Довольно любопытно было почитать заголовки в различных там пропалестинских каналах, в телеграме, в твиттере, в общем, где они писали, вот по поводу этой атаки. Еще раз повторю, разломанный эскалатор на железнодорожной станции и небольшой пожар в лесу. Все. Сионистская террористическая армия в шоке от результатов обстрела йеменскими ракетами. Не менее семи раненых в оккупированном Тель-Авиве. Почему в оккупированном Тель-Авиве? В же вроде международно признанная территория. Ну, ладно. В центре Тель-Авива продолжаются сильные пожары. Более двух миллионов оккупантов не покидают бомбоубежище. Поражен аэропорт Бен-Гурион. Вот это самое интересное. Тысячи сионистов ищут альтернативные пути покинуть Палестину из-за прекращения авиарейсов международных компаний. То есть вплавь на Кипр все, значит, отправляются. На всем севере оккупированной Палестины отменена учеба. 22 ракеты систем ХЭЦ и Проща Давида были выпущены по именской ракете. Ни одна не попала. 22 ракеты. И ракеты железного купола упали на вокзал и торговый центр в Тель-Авиве. Короче, в общем, вот полная победа над сионистами. Значит, сионисты не знают, куда деться. На самом деле история здесь такая, что когда вот происходит такое событие, когда реально допустили ошибку, пропустили, промахнулись, недоглядели и так далее, но обошлось без жертв, слава богу, без серьезного ущерба, это хорошо. То есть отделались легким испугом, получили урок, который нужно усвоить. Сейчас там что-то перенастроят в армии, какие-то там сделают выводы из этого дела, перенацелят, не знаю, радары и так далее и тому подобное, для того, чтобы подобных вещей не происходило. Понятно, что одиночная йеменская ракета проскочила. Я напомню, что со стороны хуситов обстрелы были регулярные, то есть южные пределы Израиля, вот город Эйлат они обстреливали. Давно уже не прилетало ничего оттуда. Вот после той преснопамятной истории, она была в июле, когда дрон хуситский прилетел в Тель-Авив. Судя по всему, целились по американскому посольству, попали в жилой дом, погиб человек. После этого израильская армия снесла порт в Хадейзе, все нефтехранилища, он, кстати, до сих пор не функционирует в нормальном режиме, этот порт, хуситы вроде как поджали хвост и особо себя не проявляли. Но тут вот чего-то как-то засуетились по этому поводу, что-то они предприняли. Теперь вопрос, будет ли какая-то реакция со стороны Израиля. Я этого не знаю, вот как мне там докладывают мои источники, приготовления определенные ведутся к этому делу, но будет, не будет, это вот к политическому руководству вопрос. То есть, если оно примет решение, армия поднимет в воздух самолеты, опять полетят в Йемен, опять разбомбят что-нибудь в Хадейзе там или еще где-нибудь. Благо, разведданные имеются, и американцы ими с нами тоже делятся. Хуситы по-прежнему как бы пытаются там как-то участвовать во всей этой истории, но понятно, что учитывая огромное расстояние между нами, 2000 километров, они там особо ничего такого сделать не могут, но есть другая информация, которая заключается в том, что вот эти боевики, боевиков движения Ансара-Ла, хуситов перебрасывают активно в Сирию, поближе к границе между Сирией и Израилем, поскольку сейчас явно намечается большая война на севере. Я понимаю, что это смешно уже звучит спустя год, но тем не менее, вот сейчас фокус внимания явно военно-политического руководства Израиля смещается с газа на север, потому что там надо что-то делать. И вот Иран и его прокси готовятся к этой войне, Хизбалла там по-своему готовится, но в Сирии тоже они пытаются сосредотачивать какие-то силы, и вот туда перебрасывают хуситов, потому что воевать они умеют, тут спору нет. С Саудовской Аравией сколько, 5 или 6 лет они бодались, и саудиты так ничего и не смогли сделать, поэтому их перебрасывают туда, на случай, если разразится большая война, чтобы они оказывали помощь коллегам из Ливана. Итого, вот прям совсем, чтобы все это дело подытожить, запустили они одну ракету, не очень понятно пока баллистическую или крылатую, если крылатую пропустили, это не очень хорошая история, потому что крылатые ракеты поддаются перехвату достаточно просто нашей ПВО, но у крылатой ракеты, с ней в чем проблема, там маловысотный профиль полета, то есть она летит низко над землей, ее тяжело засечь, баллистика летит вот по такой параболе, там сразу видно ее, в общем, далеко заметно, сейчас армия проводит расследование, как так вышло, что проглядели и потом не смогли ее еще сбить, разберутся, сделают выводы обязательно, и после этого уже, надеюсь, подобных вещей повторяться не будет. Но дальше сейчас главный вопрос, собственно, будет ли ответный удар по хуситам или нет, посмотрим, последим за всей этой историей. Спасибо, что смотрите мои видео, не забывайте их, пожалуйста, поддерживать. После обеда будет следующее видео, там поговорим про революцию в военном деле, которую произвели дроны, и на этой неделе, возможно, сделаем стрим. Еще раз спасибо, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok